Исчезновение самолетов явление достаточно распространенное, но куда реже пропадают поезда. Одно из самых мистических исчезновений в истории связано именно с поездом, и о нем стоит узнать. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске я расскажу вам про поезд, который появился через 45 лет после исчезновения, а также о других загадочных пропажах и исчезновениях. 14 июля 1911 года итальянской туристической компанией Санетти с центрального железнодорожного вокзала Рима был отправлен поезд, состоявший из локомотива и трех пассажирских вагонов. В поезде находилось 106 богатых местных туристов, которые планировали насладиться поездкой, полюбоваться красивыми видами и просто прокатиться с комфортом. Путешествие шло по установленному графику вплоть до того момента, когда состав подошел к горному железнодорожному тоннелю в северной области страны. Далее произошло нечто необъяснимое. Поезд въехал в прямой туннель длиной около километра, который просматривается насквозь, но так и не появился с другой стороны. Он словно растворился внутри тоннеля. Об этом стало известно благодаря двум пассажирам, которые успели выпрыгнуть из тамбура. По их словам, при въезде в туннель за окнами и в самих вагонах начал сгущаться туман, который вскоре начал походить на вязкую жидкость. Далее в туннеле начал раздаваться гул. В вагонах началась паника. Пассажиры в тамбуре запаниковали и тут же спрыгнули и побежали к выходу из туннеля. Они увидели, как поезд продолжил движение и вскоре пропал вместе с окутавшим его туманом. После этого спасшиеся пассажиры долгое время страдали серьезными расстройствами, сна и ночными кошмарами. После инцидента туннель тщательно осматривали и проверяли, но никаких следов поезда так и не нашли. Впоследствии итальянские и европейские железнодорожные компании наотрез отказались пускать свои поезда через злополучный тоннель. Итальянские власти замуровали его и в таком состоянии он пребывал до 1940-х годов, пока его частично не разрушила бомба. Со временем про поезд забыли, но в итоге он снова дал о себе знать. В конце 1950-х в архивах Мехико был обнаружен очень странный документ. В нем говорилось, что в 1845-м в Мексике неясно откуда появилось более сотни итальянцев. Все они уверяли, что прибыли в Мехико поездом из Рима. Также в 50-х годах, спустя 45 лет после исчезновения, поезд компании Санетти вновь появился, но уже в качестве призрака. Точно такой же состав очевидцы наблюдали в нескольких местах. Так что же это? Поезд был машиной времени, а тоннель порталом? Или поезд просто растворился в тоннеле, став настоящим призраком? Напишите, что думаете в комментариях на этот счет и смотрите дальше, чтобы увидеть еще несколько загадочных поездов. Один из них появился относительно недавно. В 2018-м на станции в китайском округе Баотоу оказался таинственный поезд-призрак. Он буквально выглядел как призрак. Был таким же прозрачным и практически невидимым. Он остановился на станции поздним вечером. Причем в то время, когда ни один поезд не должен был там проезжать по расписанию. Дарья поезд ненадолго задержался, после чего уехал. Работники вокзала уверяют, что никакого настоящего поезда в тот момент там не было. А сотрудник, отвечающий за безопасность станции, рассказал, что за 12 лет, что он там работал, он никогда не видел ничего подобного. И надеяться, что это больше не повторится. А что это было? Есть несколько версий. По одной из них на станции в Баотоу прибыл настоящий поезд-призрак, подобный тому, что пропал в итальянском туннеле. Некоторые работники предположили, что это мог быть призрак поезда, который около 40 лет назад сошел с рельс, унеся с собой множество жизней. По другой версии, состав существует в параллельной вселенной, которая в тот момент соприкоснулась с нашей. Но есть и не экзотическая версия, согласно которой в комнате видеонаблюдения пленки используются несколько раз, поэтому изображения наложились одно на другое. Решайте сами, кому верить. Серебряная стрела. Свои легенды есть и в Швеции, которая нечасто потрясает мир чем-то неожиданным. Многие местные жители хорошо знают о поезде Сильверпилен. Или же Серебряная стрела, который ходил в метро Стокгольма, его называют поездом-призраком. Вагоны Сильверспилен СЛС-5 были изготовлены в количестве всего 8 штук в середине 60-х. Из них составили поезд, который остался опытным образцом. Модель признали неудачной, но решили не списывать, а оставить на линии. Вплоть до 1996 года Серебряная стрела использовалась в качестве дополнительного поезда в часы пик. Все остальные поезда Стокгольмского метро были покрыты росписью и рекламой. И лишь СЛС-5 сохранял свой первоначальный заводской вид. С 1997 года Си-5 окончательно сняли с линии. Но поезд никуда не делся. Местные жители стали рассказывать, что видели серебристый поезд-призрак в разных местах. В заброшенных тоннелях его видели рабочие. А в полночь он без остановки проносился мимо платформ станции метро. Иногда двери Серебряной стрелы открывались. По слухам, севшие в нее пассажиры возвращались домой через несколько месяцев или не возвращались вовсе. На заброшенной станции по сей день пробираются диггеры, которые надеются увидеть поезд-призрак своими глазами. Призрачный поезд Сент-Луиса На очереди у нас еще одна загадка. Но она до сих пор не дает покоя местным жителям небольшого города Сент-Луис в провинции Соскачеван, что в Канаде. По их словам, они периодически наблюдают странное явление. По железнодорожному перегону к северу от городка движется пятно призрачного света, напоминающее фару на носу локомотива. Свет бывает разного цвета и яркости, а иногда он меняет направление движения. По словам местных, у них складывается ощущение, будто каждую ночь они видят разные таинственные поезда-призраки. Существуют две легенды на этот счет. Согласно первой, это на самом деле свет от прожектора некого поезда-призрака. Согласно второй, некогда в этих местах под поезд попал Смотритель Путей, дух которого до сих пор бродит по железной дороге с фонарем в руке. Феномен призрачного поезда Сент-Луиса не разгадан до сих пор. Даже ученые не могут найти ему объяснения. То же самое можно сказать про многие другие вещи. Например, про таинственные необъяснимые исчезновения поздних лет. Далее вы узнаете о самых мистических исчезновениях самолетов 21 века, а также вы увидите пропавших людей, которые поставили всех в тупик. Исчезновение малазийского Боинга 777-200ЕР все еще остается одной из самых главных загадок не только 21 века, но и всей истории в целом. 8 марта 2014 года, спустя всего 40 минут после взлета из аэропорта Куала-Лумпур в Малайзии, Боинг исчез со всех радаров. Плановая предполетная подготовка показала работоспособность всех систем и отсутствие неисправностей. Взлет и полет происходили в обычном режиме. Никаких сообщений о внештатных ситуациях на борту в службы не поступало. Именно поэтому такое непонятное исчезновение самолета поставило диспетчеров в тупик. Они пытались отыскать лайнер, но это было тщетно. Предположительно, после исчезновения самолет отклонился от маршрута и провел в небе еще 7 часов, а потом пропал окончательно. Было выдвинуто предположение, что лайнер с большой вероятностью упал в океан. Были развернуты самые глобальные поисковые операции в истории авиации, но о ней практически ничего не дали. Удалось лишь найти несколько обломков Боинга, которые через пару лет после инцидента прибило к странам Восточной Африки. Помимо этого, больше от Боинга не осталось ни следа. Неизвестно, где он находился, где могут быть обломки и могут ли быть живы какие-либо пассажиры. История малазийского Боинга очень известная, но не так много людей слышали о катастрофе, которая произошла после. Речь идет о загадочном исчезновении самолета Ан-32, которое произошло 22 июля 2016-го. Военный самолет следовал из Чинная, что в Индии, и направлялся на Андаманские и Никабарские острова, которые тоже входят в состав Индии. Самолет взлетел с ВВС Тамбарам с 29 пассажирами на борту, среди них в основном были военные. Примерно через 40 минут после взлета связь с самолетом была утеряна. Это произошло в 9.12 по местному времени. Ан-32 должен был приземлиться в пункте назначения в 11.45, но самолет не прилетел. В срочном порядке была развернута поисковая операция, ставшая самой масштабной за всю историю Индии. 16 кораблей, 6 самолетов и подлодка начали прочесывать предполагаемые районы бедствия под личным контролем министра обороны Индии. Но все было безуспешно. Самолет не нашли, а причины инцидента не установлены до сих пор. Исчезновение самолетов и поездов всегда интригует, но, как по мне, пропажа людей – это нечто еще более загадочное. Одним из самых громких дел в США за последние 10 лет стало исчезновение Робина Пантнема, студента Калифорнийского колледжа искусств в Окленде. 7 июля 2012 года 25-летний Робин сел на поезд и отправился навести свою семью в Гранд Джанкшен, штат Колорадо. Примерно в 3 часа ночи поезд сделал запланированную остановку в Солт-Лейк-Сити, где оставался в течение 25 минут, прежде чем завершить поездку. Но когда поезд прибыл, Пантнема уже в нем не было. Все его вещи, включая кошелек, журнал и ноутбук, все еще были на его месте, но самого Робина нигде не было. По всей видимости, Робин сошел с поезда во время остановки в Солт-Лейк-Сити, но неизвестно, куда он направился далее. Считается, что у Робина были мотивы устроить такой спонтанный побег. Перед поездкой Робин странно себя вел, а также страдал от приступов паники, что даже вынудило его бросить работу в кафе. Также он испытывал большие трудности со сном и иногда не мог отличить сновидение от реальности. Хотя Робин не проявлял странного поведения в поезде, предполагается, что по прибытию в Солт-Лейк-Сити он растерялся, испугался и сбежал. Через два месяца после его исчезновения, мужчина, соответствующий его описанию, был замечен на видеозаписи с камер видеонаблюдения в ресторане Солт-Лейк-Сити, распивая алкоголь с неизвестной женщиной. Долгое время о Робине не было ничего известно, но в 2015-м его все же нашли, правда, не живым. Парня обнаружили на железнодорожных путях в Неваде. Но далеко не всегда пропавших людей удается отыскать. Например, Эндрю Гоздена из Великобритании ищут до сих пор, хотя с момента его исчезновения прошло уже 15 лет. 14 сентября 2007 года он, будучи 14-летним подростком, ушел в школу, однако домой он так и не вернулся. Если точнее, то дома он все же побывал, чтобы переодеться и взять несколько вещей. Затем он снял 200 фунтов со своего банковского счета, купил билет в один конец до вокзала Кингс Кросс в Лондоне со станции Донкастер, засветился на камере вокзала и после навсегда пропал. Снимки парня на вокзале – последнее подтвержденное его наблюдение. Эндрю не оставлял никаких записок, не демонстрировал странное поведение и не имел проблем, поэтому его внезапный отъезд в Лондон ошеломил всех. Самая странная деталь заключается в том, что Эндрю по воспоминаниям кассира вокзала настаивал на покупке билета в один конец даже после того, как кассир ему сообщил, что обратный билет будет стоить всего на 1 фунт дороже. Что это могло бы значить? Парень хотел начать жизнь с чистого листа или у него все-таки были какие-то проблемы, с которыми он не справился? Кажется, мы этого никогда не узнаем. Прошло уже 15 лет, а у следствия нет никаких зацепок и даже объяснения этого поступка парня. Ну а в комменты напишите, какое загадочное исчезновение удивило вас больше всего и какие у вас есть теории по их поводу, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok